Таисия Михайловна всегда очень радушно встречает гостей, а на вопрос, как ваше самочувствие, уверенно отвечает, соответственно, возрасту. Она не привыкла жаловаться, скорее наоборот. Старается много двигаться, а в глазах всегда читается доброта. Выражение лица меняется тогда, когда начинает рассказывать о страшных событиях 40-х. В предвоенное время и начало Великой Отечественной войны маленькая Тася встретила в Бресте. Позже начались переезды. Обосновались деревни Муры у малых родваничей. В 42-м году, в октябре месяце, они решили, что все восточные – это партизаны. Массовый пошел расстрел в восточных. В том числе и моя семья попала. Я и брат, мы остались живы. Брат старше меня на три года, но он умер уже. И я. Мама меня никогда так рано не будила, а тут и разбудила, отправила в Большие родваничи, что я должна там за работу взять молоко, что она заработала, и принести домой. Я только ушла, окружили нашу. Я ушла из дома и не хотела уходить. Если бы я не ушла, мама меня, вот как, что значит жить? Вот взяли меня и насильно выбросили с этого дома. Я ушла, и тут окружили дом, и все, кто был, выбросали. Они сигнали людей к яме на расстрел. Было в этой яме 9 или 10 человек, но четверо с малышами. Мой брат три года старше всех этих четверых малышей, у которых женщины имели годик, там даже еще и года не было, побросали на дно ямы, наверх бросили это одеяльце, вместе с одеяльцем, который последний бросили. И, конечно, начали расстреливать, там уж ужас, говорят, что было. Сами женщины живые бросались в яму. Первую ночь я спала в лесу в этой куче листьев, раздетая там, ну, какой-то у меня платишко или там жакетка, не знаю, и холодно. И не думала, что меня могут убить. Думала только, чтобы живую не взяли, чтобы не издевались над живой. Меня нашли пастухи уже. Думаю, пойду к тете Мархе, потому что всегда как-то моя. Ну и пришла. Когда пришла, она расплакалась. Ой, дети, где ж ты эту ночь ночевала? Мы тебя искали, все. Она меня положила, будешь спать в коморе, ну, в кладовке там. Постелила, кожух на кожух легла и кожухом укрылась. Ну, и вот так я и бегала. Потом она говорит, что знаешь что, давай, иди к субботам на хуторе живут. Попросить к ним, у них детей своих нет, может, ты у них поживешь пока. Ну, я пошла к этим субботам, они с удовольствием меня взяли. Но подоносу девочку забрали немцы. Не чувствовала ни холода, ни страха, ничего. Я уже знала, что иногда они забирали, и мимо кладбища идут, заворачивали на кладбище, на кладбище расстреливали. Ну, тут прошли мы кладбище, и все. Пару раз ударили меня резиновой губой палкой. Ну, и за меня привезли две корзины, там штуки четыре, курица смазленая, там яиц, наверное, штук пятьдесят, сало, мясо, все это отдали. Выкуп за меня. Но ситуация с арестом могла повториться, поэтому оставаться в доме было нельзя. Приехали опять жандармы в деревню вечером. Значит, утром опять будут аресты. И я вечером побежала через эту речку, перешла босиком, разулась к Марфе. Она меня встретила, и хорошо, что-то я говорю. Так приехали жандармы, что мне делать? В лес идти прятаться? Нет, оставайся, мы сегодня ночью уезжаем. В партизанский отряд. Под Пинском семейный, с Варень, с Порова там. И вот я с ними уже ночью поехала. Попала в партизанский отряд, ходила в разведку и всеми силами старалась быть полезной. Тессия Михайловна рассказывает, как занималась разведывательной деятельностью. Дежурила на партизанском аэродроме. Черники насыпешь. У нас была на складе оружейном немецком. Лида Панченко работала. В три ряда. Вот один ряд, второй ряд и третий. Коробки с пистолетами стояли. Потом они отправляли их. Ну, как правило, берут эти крайние. А она вот эти, которые все, доставала пистолеты. Я к ней приходила. Ложили в корзину. Засыпали сверху черникой, что я несу чернику или продавать, или не продала. В отрезе девочка пробыла два месяца. После ее вместе с семьей Сергея Сикорского, друга отца, вывезли в Москву. Ехать девочка не хотела. Насильно меня в самолет все мы полетели. И вдруг вспышки. С одной стороны вспышки, с другой стороны самолета. Вдруг голос штурман. Товарищи, не волнуйтесь. Мы летим над минскими партизанами. Они нас приветствуют ракетами. Все. Ура! Как они хорошо живут. Никто с своего места не соскочил. Не стали метаться по самолету. А если бы не сообразил штурман так сказать, что нас приветствуют ракетами. И начало метание. Конечно, он мог не вырулить, не выкрутить. Прилетая в Москву, нам говорят, ну, слава богу, прилетели. А что такое? Так вас обсы... Как? Мы испугались только в Москве. После Москвы Тасю отправили к дяде в Саратов. Там же она встретила День Победы. Куда-то я шла по дороге. И вдруг все кричат, ура, ты такой шум был. И одна женщина говорит, девочка, ты чего такая идешь грустная? А я говорю, а что мне? Так день по... Я говорю, как день? Что, разве нет уже войны? Ну, и я начала плакать от радости. Это как сейчас помню. Это слезы радости были. Слезы печали, что мои не дожили до Дня Победы. Всех тех, с кем связалась судьба Таисию Михайловну, помнят поименно. На стене квартиры фотографии, как летопись. Мамы, папы, сестер и братьев. Тех людей, которые помогали Таисии в годы Великой Отечественной войны. После войны получила образование, была замужем, родила и воспитала детей. Вернулась в Брест. Среди раритетных вещей – блюдо, которое ей досталось от родителей. На возраст, говорит Таисия Михайловна, не оглядывается. А в моменты, если становится грустно, старается заниматься тем, что приносит ей радость. Например, пишет вторую автобиографическую книгу. Уже готовы черновики. Также своей одушиной считает семью и своих правнуков. Часто вспоминает самого младшего, который ласково зовет Таисию Михайловну Тася.